Как избежать жестокосердия, стремясь к бесстрастию? Интересно, как не долететь до Луны, летя к Луне? Дело в том, что бесстрастие — это как раз есть победа любви в твоем сердце, а не слияние с асфальтом по своей бесчувственности или несострадательности ближним своим. Правильно понятое бесстрастие предполагает умерщвление тех страстей, которыми торжествует наш эгоизм, наша самость. А, как известно, отношение к ближнему, любовь к нему, Богом заповеданное расположение, которое является противоположным самолюбию. Когда Бог говорит «возлюбить ближнего, как самого себя», это вовсе не значит, что надо равным образом упражняться в любви к себе любимому и второй задачей считать не забыть долюбить и кого-нибудь из ближних, чтобы ему совсем уж тягостно не было. Дело в том, что пристрастие к самому себе является неизбежным последствием грехопадения и свойством нашей падшей природы, которую мы наследуем от Адама. Не надо учить человеку натягивать на себя одеяло, когда мерзнет голова и когда мерзнут пятки, натягивать его обратно на них. Не надо учить человека оглядываться в поисках пищи, когда чрево взывает, как у Хлестакова в гостинице в первом действии ревизора, ужасно есть, хочется. Иди, скажи, чтобы дали поесть. Они сказали, что без денег больше не дадут. Много ли надо ума или какой-то тренировки любви к самому себе, чтобы оскорбиться от обличения к тебе направленного или стремиться к взаимности, искать взаимности со стороны желанного тебе лица противоположного пола. Это все признаки, живущие в нас самости. Насколько победа над ней возможна, насколько бесстрастие, как вожделенный чистый берег мира сердечного для нас возможен. Чем достигается? Разве пренебрежением человеческим скорбям и заботам? Разве отвержением жертвенного служения ближним? Нет, наоборот, как раз этим-то усердным служением, вниманием к ближним, понуждением себя к состраданию, к участию в их нуждах, как раз и происходит ослабление тех самых страстей, которые на этой самости, как на корне, и растут, и питаются. Сребролюбие, славолюбие, сластолюбие, производимые самостью страстные потоки. Они ослабевают там, где начинается разумная и внимательная жизнь общежития. Общежитие это у тебя семейное или монастырское. Именно соприкасаясь с ближними, то уязвляясь от них, то сам, будучи уязвляем какими-то страстями, на них направленными, то недовольство, то, наоборот, излишней потребности в ком-то из них, мы постепенно облегчаем власть страстей над нами. Многие годы, проведенные в послушничестве, в обители или в семейном кругу при сознательной деятельности по изживанию своих эгоистических страстей, непременно ведут к их ослаблению. И если не совершенное бесстрастие, о котором можно было бы сказать словами классика, бессмертие, тихий чистый брег, наш путь к нему стремление, покойся, кто свой кончил, бег. Но, во всяком случае, движение к нему оно приносит уже первые плоды. И я думаю, что многие из зрителей и слушателей сознают вот эти плоды радости мира сердечного, когда какая-то многолетняя опытность семейной жизни с преодолением присущих ей трудностей, монашеской жизни с послушническим искусом за эти годы происшедшим приводят к вкушению первых плодов мира сердечного. Того, которым сказал преподобный Серафим Саровский, стяжав который, и тысячи вокруг нас спасаются. Общение с человеком, хранящим мирный дух, замечательно полезно и утешительно для окружающих. Общение с таким человеком умеряет страсти, снижает накалы всяких конфликтов между людьми. Примеры этих выдающихся преодолений человеческих страстей теми, в ком мирный дух устанавливается, мы черпаем даже из языческой литературы. Есть удивительные примеры в беседе 22-й святителя Василия Великого о пользе языческих поэтов для христиан молодых. Рассказывает один из мудрецов древности, не отвечал на удары, посылаемые на его лицо, разгневанным и нетрезвым ближним. Только когда тот закончил свои истязания, тот попросил написать у себя на челе «Сделал такой-то». Чем проявил замечательное свое любомудрие и отсутствие взаимной гневливости и стал причиной для прославления добродетели во многих поколениях. А другой язычник, любомудрый, услышав, что некто из его знакомых поклялся даже до смерти, дал какой-то смертельный зарок уничтожить, погубить его, сказал в ответ, «Я даю смертный зарок, что отвращу его от этого намерения своим терпением и своей любовью». И оказался победителем в этой решимости припобедить зло в другом. Так что вовсе не к отчуждению от ближних, не к ожесточению сердечному ведет нас борьба с собственными страстями, но как раз в наших способностях покрывать любовью недуги и немощи ближних и носить бремена их как раз и проявляется победоносная и успешная наша деятельность по ослаблению и искоренению наших страстей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...